Здравствуйте, это Влад. Рад представить вам новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Сидя в скромной кафешке, в ожидании скорой встречи с потенциальными родственниками, Наташа крутила в руках меню, не зная, что выбрать к столу. По правде говоря, голова ее сейчас была занята совсем другими мыслями. Став богатой наследницей около года назад, Наташа Поклонская приняла финансовую империю своего отца, который сколотил капиталы на гостиничный и ресторанном бизнесе. При этом Наталья очень трепетно относилась к своему наследству, ведь знала, она не была родной своим родителям. Анатолий Николаевич никогда не скрывал этого и сказал дочери правду на ее двенадцатый день рождения. «Прости, милая, но так будет правильно. Мне кажется, что теперь, повзрослев, ты будешь беречь семейный бизнес и не тратить деньги понапрасну». Проведя рукой по волосам Наташи, заметил тогда бизнесмен. С того времени прошло около пятнадцати лет, а Наташа по-прежнему помнила науку отца, старалась сберечь бизнес любой ценой. При этом особое внимание она уделяла женихам, среди которых довольно часто оказывались охотники за богатыми наследницами. С подругой Леной они даже вели особый счет разоблаченных таким образом парней, чьи помыслы оказывались не так чисты, как хотелось бы. Вот и на этот раз, познакомившись в парке с Андреем, приятным на вид и милым парнем, Наташа задумала его проверить. Причем не только его самого, но и родственников, которые частенько вносили лепту в отношения двух молодых людей. Самым интересным было то, что Андрей вырос за границей и знал несколько языков. А что если предстать для матери Андрея в образе обнищавшей наследницы? Он-то ведь по день не знает, кто я такая, с улыбкой подумала Наташа. Его мать Елену Владимировну она еще никогда не видела, но много чего слышала, а потому имела некоторое представление, что ждет ее при встрече. Иностранцы частенько любили пускать пыль в глаза, особенно если они были не коренными, а эмигрировавшими в сложные для страны времена. При этом в голове постоянно звучали слова отца о том, что всех и вся нужно подвергать тщательной проверке. Ну что ж, Елена Владимировна, посмотрим теперь, из какого вы теста? Улыбнувшись, подумала Наташа. Чтобы соответствовать своему образу, она загодя заказала комплект простеньких платьев и прочей одежды, не забыв о дешевых туфельках с распродажей. Конечно же, Андрей об этом ничего не знал. И мог лишь только догадываться, на какие шиши живет его избранница. По этой самой причине Наташа и назначила встречу со своей будущей свекровью в неприметном кафе. При этом Ленка все время подшучивала над ней. «Слушай, Наташ, а почему ты ее свекровью называешь? Вы ведь еще с Андреем не замужем. И вообще, сдалась тебе эта иностранная семейка? Небось, с тараканами в голове?» Наталья улыбнулась. «Ну, я все-таки надеюсь, что мы с Андреем будем вместе. По крайней мере, мне так кажется». Лена покачала головой, поймав себя на мысли о том, что подруга, как обычно, выдает желаемое за действительное. Вот и сейчас. Сидя в кафе, Наташа была практически уверена в том, что мама Андрея примет ее такой, какая она есть. То и дело, поглядывая на циферблат простеньких наручных часов, она с нетерпением ожидала прихода Елены Владимировны и ее сына. Кафе, заблаговременно выбранное Наташей, было тихим и уютным, с видом на небольшой скверик, в котором резвились детишки от мала до велика. Наконец, дверь открылась, и на пороге появилась Елена Владимировна, которая вошла первая, сверкая качественные бижутерии на шее, как рождественская елка. Андрей покорно плелся с летом и заметно нервничал, постоянно поправляя галстук и теребя края пиджака. Наташа же старалась оставаться спокойной, хотя некоторый румянец на щеках сразу выдавал ее волнение. «Мама, это Наташа, моя невеста», — поравнявшись со столиком, произнес Андрей, пытаясь заверить мать в том, что все в порядке. «Невеста? Интересно. А ты уверен, что она подходит на эту роль, сынок?» Придирчиво окинув взглядом девушку, спросила Елена Владимировна. Наташа тут же вспыхнула до самых корней волос, а сердце от волнения чуть не выскочило из груди. «Мам, ну ты же еще ничего о Наташи не знаешь. Чего рубись с плеча?» Попытался сгладить ситуацию Андрей. «Ничего не знаю? Ну, просвети меня, сынок. Скажи, умеет ли она готовить борщ? Или гладит рубашки без складок?» С издевкой заявила Елена. Наташа, сдерживая слезы, попыталась ответить. «Ну, зачем вы так? Я умею готовить, но вот борщ у меня, к сожалению, не получается. А гладить я умею отлично». «Ага, гладить она умеет. Значит, для роли горничной в нашем доме определенно подходит». Рассмеялась Елена Владимировна, все еще даже не сев за столик. В этот момент Андрей попытался остановить свою мать. «Мам, ну перестань, а? Наташа вообще не похожа на горничную. Это моя невеста». Елена Владимировна смирила потенциальную невестку оценивающим взглядом, после чего все-таки присела за столик. «Наташа, а где ты училась?» Снова спросила Елена Владимировна, отчаянно пытаясь сделать вид, что ей интересна невестка. «В педагогическом университете я была учителем начальных классов», – с гордостью ответила девушка, и это было правдой. Несмотря на внушительные капиталы, она выбрала именно эту стезю. «Учителем? А что ж ты не пошла учиться на юриста или экономиста? Это более престижные профессии. Как говорится, с голоду не пропадешь», – удивила свекровь. «Я хочу работать с детьми. Я с ними отлично лажу», – ответила Наталья, все еще не понимая, что не так в ее ответе. «А вот куда бы ты хотела поехать, ваш с Андреем медовый месяц?» – попыталась сменить тему разговора Елена Владимировна. За столом на миг повисла неловкая пауза. «Мы с Андреем думали о Черноморском побережье. Там красиво, море теплое», – ответила Наташа. «А почему не хотите поехать за границу? Там такая прекрасная культура, богатая история, есть на что посмотреть и досуг прекрасный». «Ну, мы бы хотели поехать, но у нас на это не хватит денег», – не моргнув глазом, соврала Наташа и тут же покраснела, опустив глаза. Сама-то она прекрасно знала. Денег у нее хватит на добрую сотню подобных путешествий, еще и останется. «Но это же медовый месяц, можно же немного потратиться, чтобы сделать это событие незабываемым», – возразила Елена Владимировна. «Но ничего, мы с Андреем еще заработаем на хорошее путешествие. Правда, Андрюш?» – ответила Наташа, метнув взгляд в сторону жениха. «Андрей согласно кивнул и с отвлеченным видом принялся ковыряться в стоящем на блюдце тортике». «Конечно, заработаете, какие ваши годы! Вы же такие молодые, энергичные!» – с издевкой заметила будущая свекровь. В этот момент Наташа заметила, что Елена Владимировна уже откровенно насмехается над ней, заставляя выйти из себя. А еще она прекрасно понимала, что мама Андрея попросту хочет впечатлить ее своим богатством и статусом, проще говоря, пустить пыль в глаза. А ведь на самом деле статус Натальи был куда выше, чем у этой ряженой пигалицы. Устав терпеть придирки, девушка принялась с нарочитым вниманием изучать меню. Елена Владимировна перевела взгляд на сына, а потом, в расчете на то, что Наташа их не понимает, сказала на французском. «По правде говоря, мне уже давно надоело ломать эту комедию, Андрея. Когда мы уже перейдем к делу?» Услышав это, Наташа сразу перевела эту фразу в уме и насторожилась. Не зря же она была лучшей на курсе по скоростным переводам и общению с иностранцами из стран Европы по видеосвязи. «Господи, о чем вообще говорит эта заграничная фифа? Она в своем уме? Или так вошла в образ, что теперь во всех подряд видит только плебеев?» Андрей смущенно посмотрел на невесту, после чего тихонько ответил матери на том же языке. «Перестань, нас сейчас раскроют. Хорошо еще, что эта простушка ничего не понимает». Сердце Наташи чуть было не выскочило из груди. «Простушка? Хм, хороша простушка, нечего сказать. С немалым вкладом в лучшем банке города. А что задумала эта парочка? И почему эти иностранцы ведут себя так нагло, словно уже все давным-давно решено? А ведь они даже не подозревают, какой козырь скрывается в рукаве у Натальи». «Прости за эти неудобства, милая. Иногда нам с мамой гораздо удобнее общаться по-французски. Привыкли?» С виноватым видом заметил Андрей. «Наташа вымученно улыбнулась, чувствуя себя беззащитным кроликом в логове ядовитых кобр. Где от того, что она сделает или скажет, зависит ее дальнейшая жизнь». «Я думаю, мне нужно прекратить играть роль сварливой свекрови Андрей. Пусть она спишет это на первичную притирку и знакомство», — снова сказала Елена, переходя на иностранный язык. «Парень согласно кивнул, одарив Наташу влюбленным взглядом. Вот только искренности и доброты в нем было по минимуму». «А все-таки внешность у нее идеальная. Думаю, она как нельзя лучше подойдет для наших целей. Главное, чтобы банкир ничего не заметил. Да и нотариус тоже может затребовать подтверждение». Не сдержался Андрей, снова перейдя на французский. «Не говори слишком много, а то она может догадаться. Пусть думает, что захомутала богатенького иностранца», — улыбнувшись, заметила Елена. «От того, что она услышала, Наташа сделалась не по себе. Что они задумали? Может, взять и прекратить этот цирк прямо сейчас? Но тогда ей ни за что не узнать, что задумала эта парочка». Тем временем, агрессивность Елены Владимировны, как и было оговорено, стала понемногу сходить на нет. Мало того, в общении с Наташей она стала более покладистой и терпимой, словно невестка понравилась ей. Но сама Наташа уже поняла, что происходит. На самом деле, все это было постановкой, от начала и до самого конца. Возможно, Андрей и Елена Владимировна вовсе не приходятся друг другу родственниками. Вот только какой в этом смысл, она так и не смогла понять. Тем временем Елена улыбнулась и с чуть заметным акцентом сказала. «Ну что ж, рада была знакомству, однако мне пора идти. Да и мне тоже. Я провожу тебя, мам», — спохватился Андрей. Наташа улыбнулась, продолжая и дальше играть свою роль. Пусть и дальше ее считают простушкой, а она будет вести свою тайную игру. Попрощавшись с Андреем и его мамой, Наташа вышла вслед за ними из кафе и направилась в сторону ближайшей подворотни, где стоял ее автомобиль. Естественно, жених об этом не знал, ведь на протяжении всего времени Наташа искусно это скрывала. Солнечные блики, пробиваясь сквозь листву кленов, играли на капоте ее иномарки, припаркованной у входа в магазин. «Тетенька, а вам машину не помыть?» — прозвучал за ее спиной тихий детский голосок. Наташа обернулась и увидела позади себя невысокого мальчика лет восьми, с растрепанными темными волосами и веснущатым добрым лицом. Мальчуган с нескрываемым интересом смотрел на владелицу машины и улыбался. В руках он держал потрепанную тряпку и ведро, из которого торчал длинный черенок старенькой щетки, больше похожий на швабру. «Машину помыть?» — с удивлением спросила Наташа. «Ну да, я немного беру, мне и булочки хватит», — сказал мальчишка, смущенно отведя взгляд. Отказать малышу Наталья не смогла и отошла в сторонку. «А у тебя есть чем мыть машину-то?» «Конечно, есть, тетя», — уверенно проговорил мальчишка, и в его голосе зазвучала гордость. Он тут же поднял ведро и показал Наташе прозрачную жидкость, которая плескалась в нем. «Только не думайте, что это вода, это особый раствор. Папа делает его для меня сам. Говорит, что после него машина будет блестеть, как новенькая», — пояснил мальчуга. Паренек стоял, слегка прогнувшись под тяжестью ведерка и ждал окончательного слова Наташи. «Ну что ж, давай только недолго, она ведь и так практически чистая», — с улыбкой ответила девушка. В этот момент Наташа вспомнила себя в его возрасте, когда так же, как и он, мечтала о небольших радостях, которые могли бы сделать ее жизнь лучше. Мальчишка с радостью кивнул и, взяв тряпку, принялся за дело. Он мыл машину с такой заботой и усердием, будто это был слиток золота. Тщательно протер щеткой капот, затем помыл бампер и двери. Наташа, наблюдая за мальчишкой, отметила про себя, что он совсем не боится работы. «Ну вот», — сказал паренек, откладывая тряпку в сторону. Он отступил на шаг и с гордостью показал результат своей работы. Иномарка действительно блестела на солнце, словно отполированное. Наташа улыбнулась и с уважением кивнула. «Ну, ты сдержал свое слово и с машиной справился на отлично. Так, идем в магазин, выбирай в корзину все, что захочешь, я оплачу». «А мне ведь нужна только булочка», — виновата протянул мальчуган. «Ну, а остальной бонус от меня. Кстати, тебя как звать? Меня Наташа. У меня Никита». С улыбкой ответил мальчишка. И, отставив ведро и тряпку в сторону, побежал в магазин. Наташа посмотрела ему вслед, задумавшись о том, как многому она может научиться у этого маленького человечка. Она улыбнулась, когда через пять минут увидела Никиту у кассы. Забавно пыхтя, он вез впереди себя тележку, полную продуктов с красными ценниками. Ну, то есть тех, на которые была предусмотрена скидка. От жалости у Наташи защемило сердце. Добавив от себя еще кое-чего подороже, она оплатила покупку и вышла на улицу с объемным пакетом в руках. «Так, похоже, в одиночку тебе это добро не донести. Садись в машину, отвезу тебя домой», — предложила Наталья. Повторять дважды Никите не пришлось. И вскоре, погрузив свои принадлежности для мойки, он уже сидел в прохладном салоне иномарки. Наташа села за руль и завела двигатель. Никита тут же с интересом принялся следить за каждым ее действием, словно хотел сесть на место водителя. Перехватив его взгляд, Наташа улыбнулась и осторожно спросила о его отце. После вопроса о папе Никита вздропнул, и в глазах его заблестели слезы. «Прости, пожалуйста, если не хочешь, то можешь не рассказывать», — смущенно заметила Наташа. Никита на миг смутился. По правде говоря, он не привык делиться своими проблемами с незнакомыми людьми. С другой стороны, тетя была так добра к нему и купила много продуктов. «Да нет, все в порядке. Просто мою машины, чтобы помочь своему папе». Он потерял ноги в аварии, — осторожно заметил мальчик. «Ох, сочувствую», — сказала Наташа, и в голосе ее прозвучала тревога. Никита согласно кивнул и шмыгнул носом. Краем глаза она увидела, что паренек очень расстроен. «А как же школа? Тебе ведь тяжело сочетать учебу с работой?» — спросила Наташа чуть позже. «Я неплохо учусь. Правда, на друзей времени не хватает. Я с ними только по выходным встречаюсь», — сказал Никита, понурив голову. «А что еще любишь делать в свободное время?» Снова поинтересовалась девушка. Никита задумался. Он и правда не мог вспомнить, что ему нравится делать в свободное время. По правде говоря, Никита уже давно не играл ни в компьютерные игры, не читал книг и не был в кино. «Ты очень сильный мальчик. Помогаешь папе, а еще работаешь, учишься. Ты заслуживаешь своего детского счастья», — с жаром сказала Наталья. «Ну, я хочу, чтобы мой папа снова мог ходить». «Я понимаю. Но ты же не можешь все делать один. Тебе нужна помощь. Обещать не буду, но попробую что-нибудь сделать». «Правда?» — спросил мальчуган, и в его глазах заблестел огонек надежды. «Правда. Обещаю», — с улыбкой ответила Наталья и припарковала автомобиль у обочины, где стоял дом, в котором жил Никита. Помахав мальчугану на прощание, она выехала на трассу и поехала в сторону центра. При этом знакомство с мальчишкой на мгновение отвлекло ее от грустных мыслей, связанных с тем, что произошло в кафе, во время беседы с Андреем и его так называемой мамой. Тем временем Никита открыл дверь и вошел в квартиру. Но не успел он снять кроссовки, как резкий звук отворившейся двери на кухню заставил его вздрогнуть. «Сынок, ты уже вернулся?» — раздался вкрадчивый голос его отца. «Да, пап», — ответил Никита и, поставив пакет с продуктами на пол, поправил футболку. Иван, одетый в старый выцвешенный спортивный костюм, сидел на кухне, поджав ноги под себя и в тоске смотрел на пустую чашку перед ним. «А я тебе ужин приготовил, сынок», — прошептал он, словно извиняясь за свое беспомощное положение. Никита подошел к столу, на котором был поднос с двумя тарелками. На одной — два куска хлеба с маслом, на другой — миска овсяной каши с небольшой котлеткой. «Спасибо, пап», — сказал Никита и поставил рядом со столом пакет с продуктами. «Ого! Откуда такая роскошь?» — изумелся Иван, после чего с трудом поднялся, уперевшись руками в столешницу. Он передвигался с помощью двух примитивных протезов, которые использовал около месяца. До недавнего времени он передвигался на костылях, но потом упал, и в клинике ему предложили использовать эти помощники, как их называл Никита. «А это мне тетя одна купила, за то, что я и машину помыл», — с гордостью сказал Никита. «Иван подошел к пакету, склонился над ним. Да уж, таких деликатесов он сроду не видел». «Знаешь, сынок, а есть у меня одна идея. Думаю, нужно купить тебе новый велосипед». Никита отложил ложку и с изумлением посмотрел на отца. Честно говоря, он сразу понял, что хотел папа ему сказать. Ведь он уже давно мечтал купить Никите велосипед с низкой рамой, как у его друзей. А вот старый велосипед, который ему подарила мама перед тем, как уйти из жизни, уже не подходил ему по росту. Заднее колесо согнулось в восьмерку, а руль шатался из стороны в сторону. «Пап, я не хочу новый велосипед. Давай лучше тебе поможем. Сейчас каникулы, я могу заработать. Ты знаешь, сколько машин я могу помыть за день?» — запротестовал малыш, чем вызвал у Ивана грустную улыбку. «Сынок, не волнуйся, все будет хорошо. Я нашел себе работу дистанционно. Скоро все наладится». «Пап, я люблю тебя», — сказал Никита, встав из-за стола. Он подошел к отцу и, обняв его за плечи, поцеловал в щеку. Иван закрыл глаза и тихонько прошептал. «Я тоже тебя люблю». По дороге домой Наташа решила заехать к подруге, Лене, рассказать о результатах встречи. Дело близилось к вечеру, но Наталью это совсем не смущало. Летом темнеет поздно, а значит, времени еще целый вагон. С Ленкой они были знакомы еще со школьной скамьи и во всем помогали друг другу. Вот только вспоминать школьные годы Наташа не любила. Ведь примерно с седьмого класса она сильно прибавила в весе, поэтому все называли ее Наташка-пухляшка. В те дни Наталье было очень больно. Она мечтала раствориться в воздухе, стать невидимой, а также избежать насмешек, которые ранили в самое сердце. Самое удивительное заключалось в том, что Наташа не всегда была такой. В детстве она казалась всем вполне себе худенькой девочкой. С озорными ямочками на щеках и светлыми, как пшеничное поле волосами. Но с периодом пубертата ее метаболизм замедлился, а аппетит, наоборот, стал сильнее. Ее мама, женщина с тонкой талией, изящной фигурой, не знала, что делать, как бороться с лишним весом дочери. Она покупала Наташе специальные диеты, проводила с ней время в спортзале, но ничего не помогало. Наташа продолжала набирать вес. Все больше погружаясь в пучину тоски и отчаяния. Единственной, кто видел в Наташи не только лишние килограммы, была ее подруга, Лена. Они сидели за одной партой с первого класса. И Ленка никогда не давала подруге забыть, что она прекрасна такая, какая есть. «Да ты самая лучшая на свете, Лен!» – часто повторяла Наташа, сжимая в руках ее руку. Лена была полна жизни, с оптимизмом смотрела на мир, а еще умела видеть в людях лучшие черты. В отличие от Наташи, Ленка была худенькой, с длинными русыми волосами, которые она любила заплетать в косы, и огромными серыми глазами. Несмотря на издевки остальных одноклассников, Лена словно не замечала лишний вес Натальи, или, по крайней мере, никогда об этом не говорила. Она видела в Наташи умную девочку, подростка, чье сердце хранило множество нежных чувств, и, что самое важное, было готово любить и быть любимым. Как-то во время обеденного перерыва, когда Наташа сидела за столом, спрятав лицо в ладонях, чтобы никто не видел ее покрасневшей от слез щеки, Лена подошла и тихонько села рядом. — Наташ, ну перестань, не обращай ты на них внимания. — Лен, ты же знаешь, они правы. Я толстая и неуклюжая, как колбаса или сарделька. Ну как там они меня еще называют? Бекемот, поросенок? Я никому не нужна, понимаешь? — с грустью ответила Наталья. — Неправда? Ты очень красивая. Просто нужно немножечко поработать над собой, — с уверенностью сказала подруга. — Ну как? Я уже все перепробовала, все, что только можно, — вздохнула Наташа. — Ой, да ладно. Начнем вместе заниматься спортом и правильно питаться. Я тебе помогу, — воскликнула Лена. Наташа не могла поверить своим ушам. Ее лучшая подруга не только не отворачивалась от нее, но и была готова помочь всем, чем только можно. Со следующего дня они стали практически неразлучны. Вместе ходили в спортзал, бегали в парке, занимались ездой на велосипедах и плаванием. Лена помогла Наташе составить индивидуальный рацион питания, исключив из него всю-всю вредную пищу и добавив в него много свежих фруктов и овощей. Естественно, тогда девочка-подросток еще не понимала, что сама того не ведая составила правильную схему тренировок вкупе с диетами. Поначалу Наташе было очень тяжело. Она быстро уставала. Ей не всегда хватало сил выполнить установленную норму до конца. Но Лена всегда была рядом. Поддерживала ее. А потом Наталья заметила, как постепенно меняется тело. Она стала более подтянутой. Мышцы окрепли, а движение приобрели легкость и грациозность. Но изменения коснулись не только ее внешности. Наташа больше не пряталась от окружающего мира. Шла навстречу трудностям с улыбкой на губах. Как-то гуляя по парку, она увидела Ивана. Высокого, с широкими плечами и бездонными голубыми глазами. Не дать не взять красавицы сказки. Наташа знала, что он учится в параллельном классе, но никогда не обращала на него внимания. Он принадлежал к так называемой элите, а она просто толстушка из соседнего класса. Иван, увидев ее, улыбнулся. «Привет, отлично выглядишь!» Наташа покраснела, но не растерялась. «Привет, Вань, спасибо!» Незаметно для самих себя молодые люди разговорились. Наташа была удивлена, как легко и непринужденно она себя чувствует рядом с этим парнем. Ваня был умным, интересным молодым человеком, и она почувствовала к нему растущую симпатию. Вскоре они стали встречаться. Гуляли по парку, ходили в кино и слушали музыку. Наташа была счастлива от того, что Иван ценил в ней не только девушку, которая похудела. Он видел в ней душу, ум, доброту. Шло время, и Наташа с каждым днем становилась все более уверенной в себе, превратившись из гадкого утенка в настоящего прекрасного лебедя. Наконец наступил школьный выпускной. Наташа волновалась. Сегодня здесь она должна была стать самой лучшей. Наталья надела красивое осеннее платье, которое подчеркивал ее стройную спортивную фигуру. Волосы были распущены, а на лице легкий макияж. В школе Наташу ждал настоящий фурор. Одноклассники, которые раньше насмехались, теперь замирали, глядя на нее с восхищением. «Наташка, да ты просто крутая! Как ты это сделала?» Спрашивали ее былые обидчики. В ответ на это девушка лишь улыбалась. А в душе ее звучала победная мелодия. Она была счастлива. Ведь ей удалось не только преобразиться внешне, но и стать увереннее в себе. Найти настоящих друзей и любовь. А еще Наташа ждала Ваню. Ведь именно с ним она должна была пойти сегодня на бал. Его она заметила истоли. Иван стоял в окружении одноклассников, а его взгляд был устремлен в сторону своей пары. Под одобрительные возгласы Ваня подошел к ней, и глаза его засияли от радости. Обменявшись взаимными комплиментами, они закружились в вихре вальса, став самой красивой парой того вечера. При этом никто не заметил Лену, которая следила за Ваней влюбленным взглядом. А вот Наташа предпочитала не вспоминать того, что предшествовало ее триумфу. После окончания школы пути дорожки бывших одноклассников разошлись. Наталья сменила родителей на поприще семейного бизнеса. Лена окончила институт физкультуры и стала фитнес-тренером. А вот о Ване практически ничего не было известно. Одни говорили, что он довольно рано женился и переехал в другой город. Другие – что Ваня пустился во все тяжкие и сгинул в уличной драке. Впрочем, истина, как всегда, была где-то посередине. Едва переступив порог дома Лены, Наталья с радостью обняла лучшую подругу. Годы практически не изменили ее. Ленка была все такой же худенькой, словно девочка-подросток, и в то же время грациозной, как прима Большого театра. Выслушав сбивчивый рассказ об Андрее и ее матери, подруга задумалась. В такие минуты она обычно становилась отстраненной и не видела ничего, кроме собственных мыслительных процессов. «Странно все это, если честно. Какой смысл обманывать тебя, когда все легко можно выяснить? Мне кажется, нужно обратиться в полицию», – выдала, наконец, Лена. Наташа удивленно вскинула бровь. «А, в полицию. И что я им скажу? Что сама притворилась бедной, а теперь попала в просак? Да и какие у меня есть доказательства? Ну, кроме собственных домыслов. А полиции нужны факты, и только они». «Да уж, наверное, ты права», – согласилась Лена. Но через пару минут Лена опомнилась и воскликнула. «А я думаю, нужно обратиться к частному детективу. Такому что не станет задавать лишних вопросов и сделает все, как тебе нужно». «Детективу? И что, у тебя есть кто-то на примете?» – с иронией спросила Наташа. «Конечно есть. Ты ведь знаешь, у меня обширный круг знакомств благодаря моей работе», – тон подруги ответила Лена. Они поболтали еще немного, после чего хозяйка протянула Наташе визитку с номером телефона и его владельцем. «Тихомиров Борис Александрович», – прочла Наташа и убрала визитку в карман. По дороге домой она только и думала, что об Андрее, который пару минут назад прислал ей смайлик с поцелуем. «А может, это мне все только кажется?» – прошептала Наташа. «Вдруг это какое-то совпадение?» Исчерпывающего ответа на этот вопрос она не знала. «И дать его мог только этот детектив, Борис». Приехав домой, Наталья первым делом приняла душ, а потом включила кондиционер и отправилась спать. Утром встала раньше обычного, чтобы нанести визит частному сыщику, который должен был начать негласную слежку за Андреем и его так называемой матерью, Еленой Владимировной. Наспех позавтракав, она приняла душ и облачилась в один из своих лучших деловых костюмов. По правде говоря, на ее окончательный выбор одежды повлияли стереотипы относительно того, что все частные детективы ходят в черных костюмах с воротником стойкой и носят шляпы. Но когда Наташа увидела Бориса в реальности, ее представления о частном сыске перевернулись ног на голову. Владелец агентства выглядел уставшим и неопрятным. Метая рубашка, невзрачный галстук и такие же брюки. В кабинете детектива тоже царил творческий беспорядок, словно здесь никогда не ступала нога уборщицы с метлой и шваброй в руках. Внимательно выслушав Наташу, Борис покачал головой. — Наталья Андреевна, я, конечно, понимаю, что вы попали в трудную ситуацию и всегда готов помочь, но это все будет очень и очень непросто. Особенно ввиду моих нынешних проблем. И, скорее всего, я буду вынужден отказаться. — Наташа, сжал и пальцы так сильно, что побелели костяшки. — Борис, ну, может быть, все-таки возьметесь? Просто мне больше некому обратиться. Частный детектив с мольбой посмотрел на гостя, словно хотел, чтобы она как можно скорее отказалась от своего заказа. — Понимаете, Наталья, два года назад у меня забрали дочь, Лизу. Ей тогда было всего шесть. Сказав это, Борис замолчал, словно подбирая нужные слова, чтобы продолжить. Наташа терпеливо ждала, искосо наблюдая за ним. — Жена моя, Катя, она была сломлена. Алкоголь, он стал ее бедой. Мы с Лизой были единственной опорой. Я тогда работал в полиции, старался защищать семью от всего плохого, но Катя часто оставалась дома одна. И в мое отсутствие пристрастилась к алкоголю. Однажды мы с супругой поссорились, и она ушла, а вот Лиза осталась со мной. Я старался заменить ей мать. Готовил завтраки, читал книжки, водил на всякие интересные мероприятия. Она была моим единственным лучиком солнца, всем, что у меня осталось. В этот момент Борис попытался улыбнуться, но вместо этого у него получилось лишь жалкое подобие улыбки. — Я понимаю вас. Правда? — тихонько заметила Наташа, которая чувствовала, что детектив — это ее единственный шанс докопаться до правды. Тем временем сыщик продолжил. А потом у Кати случился запой. Я старался ей помочь. Она артачилась, решив, что я плохой человек. Начала всем говорить, что я пью, что я не справляюсь с Лизой. Сутками позже написала заявление в органы опеки. — Боже мой, Наталья, какой же это был абсурд! В этот момент Борис проявил рукой по лицу, словно пытаясь смахнуть невидимые слезы. — Старания моей супруги не прошли даром. Органы опеки, они же попросту поверили в слова Кати, пришли ко мне с комиссией с сотрудниками полиции. Ну и Лизу забрали в интернат. Я пытался протестовать, просил поверить мне, но все было бесполезно. Рассказ сыщика вызвал в глазах Наташи слезы. По правде говоря, она даже не подозревала, что мужчины могут переживать такую гамму чувств и эмоций. Борис замолчал, а голос его дрожал от сдерживаемых страданий. Он смотрел на Наташу, и в глазах его была только болезненная пустота. Я хотел оспорить решение опеки. Нанял адвоката, но Катя была упряма. Не хотела отдавать мне Лизу. Наврала с три короба. Вот никто и не поверил. Ну а я. Дело проиграл, лишился родительских прав. Работать в полиции после всего случившегося я уже не мог. Поэтому ушел по выслуге и подался в частный сыск. Правда, без дочери мне работается нелегко. Поэтому если и берусь за что-то, то только ради денег на хлеб. Подытожил Борис и грустно улыбнулся. Наташа сидела и не знала, что думать. Ну неужели он вот так просто откажет ей в помощи? Словно уловив на расстоянии тревожные мысли гостя, честный сыщик сказал. Ладно, помогу вам. Бесплатно. Но вот если дело выгорит, вы поможете мне составить обращение в суд о восстановлении моих родительских прав. Подпишитесь под ними лично. Хорошо? Наталья согласно кивнула. Да, мне это подходит. Но гонорар я вам все равно выплачу. Даже не отговаривайте. И помните, нужно докопаться до истины. Ладно, договорились. Махнул рукой Борис и приступил к разработке. Наконец-то Наталья смогла выдохнуть. Ведь за ее дело взялся настоящий профессионал. Больше всего во всей этой истории ее удивляло то, что после встречи в кафе Андрей и его мать продолжали вести себя так, будто ничего особенного не случилось. Жених, так же как и раньше, регулярно звонил ей, посылал милые смс с забавными смайликами. Вот только у Наташи настроение было совсем не игривым. Да и какие тут могут быть романтические отношения, когда тебя используют в темную, какие-то приезжие иностранцы. Но пока вина Андрея была не доказана, Наташа решила не форсировать события и сделала вид, что в их отношениях ничего не поменялось. А еще ей очень захотелось навестить маленького Никиту. Ведь по сути она обещала ему посильную помощь, а на деле оставила наедине с проблемой. Но перед тем, как прийти в гости к мальчику, она решила навести справки о том, сколько стоят хорошие протезы для его папы. Такие, чтобы он мог так же, как и раньше, чувствовать себя человеком. Отправив несколько заявок в разные организации, Наташа принялась ждать ответа. Прошло три дня, прежде чем в ее офисе раздался телефонный звонок. Наташа успела лишь бросить взгляд на экран. Номер был незнаком. «Да, слушаю». «Добрый день, это медицинский центр «Жизнь без границ». Хотели бы поговорить о вашем запросе на информацию о протезах». Голос на том конце провода был приятным, но в то же время деловым и официальным. «Да, я оставляла заявку несколько дней назад», – подтвердила Наташа, несколько смутившись самой ситуацией. «Мы ознакомились с вашим запросом и хотелось бы узнать, какие именно вопросы вас интересуют», – спросил все тот же официальный голос. «Меня интересует цена и как долго нужно ждать протез», – спросила Наташа, чувствуя, как сложно говорить об этом. «Понимаю. По стоимости мы все расскажем, но сначала хотелось бы поговорить о другом». «О чем?» – с нетерпением спросила Наташа, которая пыталась как можно быстрее получить информацию и приступить к сбору средств. «Дело в том, что у нас есть новая программа, но она находится в стадии клинических испытаний, поэтому нам очень нужны, как бы это получше сказать, добровольцы». «Добровольцы?» – изумилась Наташа, которая уже не понимала, к чему идет весь этот странный разговор. «Все верно. Именно добровольцы. Для участия в программе», – ответила женщина на том конце провода. «Ну, я же звонила по поводу протезов, а не экспериментов. Меня интересует информация о стоимости. Не новые программы. Немного жестче, чем следовало», – спросила Наталья. «Да, все так. Но, видите ли, дело в том, что эта программа как раз-таки и разработана для людей с ограниченными возможностями. А взамен, в случае успеха, каждый участник получит новейшие бионические протезы», – ответил голос. Наташа задумалась. «С одной стороны, предложение выглядело стоящим, но с другой – согласится ли на него отец Никиты? А вдруг его это обидит? В таком положении чувства у людей заметно обостряются. А потому в разговоре с теми, чьи физические возможности ограничены, стоит быть предельно осторожным». Наташа поняла. «Прежде чем соглашаться на что-то, ей нужно узнать мнение самого отца Никиты». «И я поняла. Спасибо большое за консультацию. Если что, перезвоню», – сказала она на прощание. «И вам спасибо, обращайтесь. Только помните, число участников программы строго ограничено», – ответила женщина, и в трубке послышались короткие гудки. Наташа с облегчением откинулась в кресле. Как ни крути, разговор этот нельзя было назвать легким. Но не успела она прийти в себя от общения с консультантом, как телефон зазвонил снова. Правда, на этот раз звонил уже Андрей. «Голос его казался взволнованным и чем-то недовольным». «Наташа, милая, ты где пропала? Мы уже сколько не виделись? Неделю или больше?» «Да всего-то пять дней», – улыбнулась она. «Ну вот, целых пять дней. Скажи, может, увидимся? В парк сходим, мороженого поедим», – тут же предложил Андрей. Наташа поморщилась. По правде говоря, она собиралась навестить отца Никиты, чтобы поговорить с ним о протезах. Ведь она его еще ни разу не видела. А это уж точно не относится к разряду облегчающих факторов. Но с другой, окончательно расставаться с Андреем тоже не хотелось. Мало ли, вдруг расследование, проведенное Борисом, покажет, что он не причастен никаким аферам. «Ладно, Андрюш, сходим. Только ненадолго, хорошо?» – сдалась Наталья. «Вот, это уже дело. Тебя где подобрать? Я такси вызову. Хочешь прямо у дома?» – предложил Андрей, но Наталья мягко отказалась. «Нет, не нужно. У меня еще есть дела. Буду ждать тебя у входа в парк. Там, где колонны и лотки с мороженым». «Ну, хорошо, договорились», – недовольно пробурчал Андрей. Наталья облегченно выдохнула. По правде говоря, она уже порядком устала от того, что ей приходится жить двойной жизнью. Но иначе в ее положении никак. Не могла же она показать Андрею свой настоящий дом, который больше напоминал дворец в миниатюре. Или представить свой автомобиль, который наверняка очень удивит и заинтересует заграничного гостя. Вечерний парк, окутанный легкой дымкой, всем своим видом говорил о том, что буквально создан для влюбленных. Наташа шла рядом с Андреем, а его рука уверенно лежала у нее на талии. При этом сердце девушки билось в такт нежным мелодиям, который источал смычок уличного музыканта, сидевшего на скамейке неподалеку. «Знаешь, Наташа, мне очень нравится, как ты говоришь. Твой голос звучит так, будто ты читаешь стихи. А твои глаза? Да они будто отражают всю красоту этого мира. Но вот прическа. Прическу можно было бы сделать немного короче», — шепнул ей на ушко Андрей. Щуки Наташи залил румянец. «Ну, скажешь тоже. Я ведь обычная школьная учительница, студентка, живущая от зарплаты до зарплаты. Моих родителей уже нет в живых, а бабушка живет в маленькой деревушке, поэтому приходится заботиться о себе самой. Так что услуги парикмахера я не могу себе позволить чаще одного раза в месяц», — улыбнулась она. Андрей понятливо кивнул и задумался о чем-то своем. В этот момент молодые люди остановились на мостике, перекинутом через небольшой прудик, где плавали утки. Андрей, приблизившись к Наташе, прошептал. «Ты не представляешь, как я счастлив, что встретил тебя». Наталья снова смутилась и опустила глаза. В этот миг из-за поворота дорожки выбежал мальчишка лет восьми-девяти с озорным блеском в глазах. «Теть Наташ!» — крикнул он, подбежав к парочке. Она застыла на месте от изумления. «Конечно же, узнав мальчика, ведь это был Никита». «А ты что здесь делаешь?» — спросила она немного дрожащим голосом. При этом Андрей с прищуром посмотрел на мальчугана. «А где ж твоя машина, теть Наташ?» — снова спросил паренек, словно не замечая ее спутника. Она смущенно кашлянула, уловив некую угрозу в его вопросе. «Машина, а она... Ты же ведь теперь на чистой машине ездишь?» — продолжил Никита с настойчивостью, несвойственной его юному возрасту. Наташа уже не могла вымолвить ни слова. Губы ее дрожали, когда Андрей с интересом посмотрел на паренька. «Ты... Ты все перепутал, Никит. Иди лучше домой!» — попросила она, стараясь держать слезы. Андрей, не понимая, что происходит, подошел ближе. «Наташ, что не так? Этот сорванец чем-то тебя обидел?» — спросил он, с беспокойством глядя в глаза своей девушки. К счастью, она уже успела взять себя в руки и придумать отговорку относительно автомобиля такси, который как-то раз забирал ее срочной школы. Никит уже представила как одного из своих учеников. Чем несказанно удивила Андрея. «Ученик? Странный какой-то. И где это видано, чтобы ученик называл учителя тетей?» Конечно, Наташа прекрасно понимала, что едва не попалась. Но, с другой стороны, ей все же удалось вывернуться. Хотя, благодаря Никите, вечер оказался безнадежно испорченным. Андрей вдруг стал каким-то угрюмом, замкнулся в себе. Единственной темой, которая его интересовала по-настоящему, была прическа Натальи. Сейчас ее волосы спадали ниже лопаток. А вот жених хотел, чтобы она сделала прическу короче. Примерно по плечи с небольшим хвостиком сзади. «Вот уж не думала, что тебе понравятся мои волосы. А если тебе ежик придется по вкусу, мне что же, всю красоту загубить? – возмутилась Наташа, чем окончательно поставила жирную точку в сегодняшней встрече. Андрей сразу почувствовал изменение в ее настроении и предложил пойти домой. «Думаю, неплохая идея. Только не провожай меня, пожалуйста, я сама вызову такси!» Сухо ответила девушка, не дав Андрею шансы реабилитироваться. «Ну ладно, спасибо за приятный вечер!» – ответил парень и быстрым шагом пошел по аллейке. Наташа проводила его взглядом, а потом посмотрела по сторонам в поисках Никиты. Мальчуганной нигде не было. Наверное, пошел домой. Понимая, что лучшей возможности нанести визит его отцу у нее уже не будет, Наташа решила прийти в гости. И ничего, что надвигались сумерки. Главное, что машина под боком. Успеет, если что. Номер нужной квартиры Наташа определила по окнам, на которые в прошлый раз ей указал Никита. Дверь в квартиру выглядела старой, обшарпанной, словно ее долго грызли голодные псы. Нажав кнопку звонка, Наташа прислушалась. Там послышались чьи-то голоса, мужской и женский. Она улыбнулась. Ну, слава богу, все дома. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился худощавый молодой мужчина, опирающийся при ходьбе на костыли. От удивления Наташа едва не лишилась чувств. «Ваня? Синицын? Неужели это ты?» Владелец квартиры вздрогнул, и на губах его заиграла милая улыбка. Такая же, какая была у Ивана много лет назад, во время того школьного выпускного бала. «Наташка, поклонская, какими судьбами? Почему не предупредила?» Воскликнул Ваня и остекся на полусловие. Откуда же Наташа могла знать его адрес, когда он сам сменил его после потери ног? «Да вот, Вань, пришла проведать тебя и Никиту», с улыбкой ответила гостья. Иван понятливо кивнул. Теперь ему стало ясно все, в том числе и тайна происхождения объемного пакета с продуктами. «Пап, а вы что, знакомы?» озадаченно спросил сын. Иван обменялся с Наташей, смущенного взглядом, после чего сказал. «Знакомы, Никит, еще со времен школы». «Ах, когда все звали меня Пухляшка», чуть слышно добавила Наташа. Вскоре все трое плавно переместились на кухню, где принялись пить чай. Поначалу Иван стеснялся своего ущербного положения, но потом освоился и стал заметно смелее. А вот Наталья долго не могла найти в себе силы, чтобы перейти к главному. Рассказать о центре протезирования и проводимых в нем испытаниях. Наконец, набравшись храбрости, сделала глоток чаю и выложила все как есть. Иван задумался. Потому, как менялось его лицо, гостья поняла. В душе мужчины сейчас ведется внутренний разговор с самим собой. Наконец, взвесив все за и против, Иван махнул рукой. «Ах, была не была. Где наш не пропадал? Может, что и выверет из этого дела? Хуже ведь точно уже не будет». Наташа улыбнулась. Едва ли не впервые с момента встречи посмотрела на бывшего одноклассника совсем другими глазами. А ведь Иван по-прежнему оставался красавцем. Естественно, с поправкой на время и обстоятельства, но все же... Вот хорошо. Правильное решение. А то ты что-то совсем упал духом, Вань. Одобрила его решение Наталья. В этот вечер она задержалась в гостях допоздна, добираясь домой уже в сумерках. Мотор верно в автомобиле утробно урчал, а на губах ее застыла милая улыбка. В глазах все еще стоял образ Ивана, того из прошлого, когда они танцевали на выпускном. «Вот девица Ленка. Она же от Вани была без ума. Наверное, и сейчас сохнет». Включив поворотник, подумала Наталья. А в это самое время Андрей и Елена Владимировна вели крайне напряженный разговор в одной из комнат своей съемной квартиры. На самом деле, они не были иностранцами и не имели за душой ни гроша. Мало того, Елена даже не приходилась Андрею матерью и попросту была его подельницей. «Ну что, когда будем снимать деньги в банке?» нетерпеливо спросила она. Андрей пожал плечами. «Ну, когда-когда?» «Когда прическу Наташка сделает такую, как нужно, чтобы спокойной наследницей один в один была?» «Тогда и банкир с нотариусом подмены не заметят». «А вдруг ее не удастся уговорить?» «Что, если Наташа зартачится и не захочет идти с поддельным паспортом снимать деньги в банк?» «С сомнением», спросила Елена. Но Андрей лишь отмахнулся. «Да захочет, куда денется?» «В случае чего, я к ней ключик подберу». «На плиту стрекороба о больной сестре из-за границы, которая не может снять деньги в банке». Елена посмотрела на подельника. «Ну, смотри, Андрюха, если не выгорят, я тебя первой в полицию сдам». «А, сдашь, а чья затея была?» «Это же ты про эту погибшую за рубежом наследницу узнала?» «Вот и решила, пока здесь никто не знает, найти похожую на нее девицу и снять деньги», возразил Андрей. Подельники переглянулись и дружно рассмеялись. В этот момент они были охвачены радостным азартом в предвкушении скорой добычи и даже не подозревали, что их разговор записывается на скрытую видеокамеру, установленную частным детективом. Несмотря на личные проблемы и депрессию, Борис показал себя отличным профессионалом и смог таки достать необходимую информацию. При этом он отлично понимал всю грозящую Наташу опасность, а потому не стал рисковать и решил сыграть на опережение. Именно Борис, будучи отставником уголовного розыска, шепнул бывшим коллегам весточку о том, что в городе объявилась парочка приезжих иностранцев, готовящих нешуточную аферу. На следующее утро Лена и Андрей были задержаны, а их поддельные документы были тут же отправлены на экспертизу. Расчет мошенников оказался прост. Узнав о том, что за границей в автомобильной аварии погибла богатая наследница, они тут же принялись искать подобную девушку у себя на малой родине с целью выдать ее за иностранку. По злой иронии судьбы, именно Наташа оказалась, как две капли воды похожа на покойную наследницу. А вот тут Андрей понял, что ему улыбнулась удача, но мошенник просчитался в одном. В том, что Наталья окажется не так проста и выдаст себя за простого учителя начальных классов. Конечно, едва ли Наталья Поклонская подозревала, что своими действиями сможет помочь поимке парочки заезжих гастролеров. Но суть была в другом. И ее Наташа смогла раскрыть только после ареста Андрея и Елены. Ведь именно благодаря ей Иван смог стать участником программы и получить новейшие протезы как активный тестировщик и испытатель данной продукции. Мало того, разглядев в нем незаурядный талант к проектированию и разработкам эскизов, руководство медицинского центра сделало весьма заманчивое предложение. А именно предоставило место в проектном отделе. Иван стоял и не верил своим ушам, когда директор пожал ему руку и поздравил с отчислением штат компании. Но это было еще далеко не все. Ведь Наташа рассказала о его успехах лени. И подруга решила вновь попытать счастье с тем, кого безответно любила столько лет. Ну а Наташа лишь в очередной раз укрепила статус железной леди, которая действует не сердцем, а разумом. Получил обещанный частный детектив, которому Наталья помогла добиться пересмотра дела в суде, выступив в качестве поручителя и основного свидетеля. Так маленькая Лиза снова вернулась к своему отцу. А бывшая жена Бори, Катя, была помещена в реабилитационный центр для лечения металкоголизма. Поговаривает, что там она нашла себе пару, таксиста Семена, который сделал ей предложение сразу после окончания курса лечения. Ну вот, всех пристроила, а сама снова осталась ни с чем, с грустью сказала Лена, придя после прогулки с Ваней по парку. Почему же это ни с чем? У нас с Борисом много общего, так что все еще впереди, улыбнулась Наташа. Неужели? Шутишь? Вы же вроде бы только друзьями знакомыми были. Неуверенно протянула Лена, но подруга тут же ее успокоила. Не переживай, у нас все серьезно. И вот вам с Ваней уже давно не помешало бы связать себя узами брака. Лена смущенно опустила глаза, признав, что Наташа в очередной раз прочла ее мысли. А через полгода две пары сыграли свадьбу в один день. Освоив новые протезы, Иван снова смотрелся молодцом, как и раньше, когда он вальсировал в паре с Наташей. Вот только сейчас он вел за руку совсем другую даму, которая все это время любила его больше жизни. С Наташей вальсировал Борис, который буквально расцвел на глазах. Но была на празднике еще одна пара. Совсем маленькая, состоящая из Лизы и Никиты, решивших подражать взрослым во всем. Глядя на их счастливые лица, родители ловили себя на мысли о том, что нужно брать пример с детей. Ведь когда еще выдастся такая возможность почувствовать себя счастливым и беззаботным? Если вам понравилась история, надеюсь, вас не затруднит поддержать меня кнопкой палец вверх. Для меня это очень важно. Всего доброго!